2020-й для Республики год сразу нескольких крупных политических кампаний. Первое – общероссийское голосование за поправки в Конституцию. Уже состоялось. На очереди выборы главы Чувашии и органов местного самоуправления. О новациях этого политического сезона в нашем сюжете. Баллотироваться на пост главы Чувашии намерены 8 человек. Четверых выдвинули партии – КПРФ, ЛДПР, Пенсионеры России и Патриоты России. Еще четверо идут с самовыдвиженцами. Всем им необходимо пройти муниципальный фильтр, то есть заручиться поддержкой депутатов местных органов власти. А самовыдвиженцам еще и собрать подписи в свою поддержку жителей республики. Всего 4632. Новелла этого года – Чувашия участвует в эксперименте по электронному сбору подписей. Любой человек, желающий поддержать того или иного самовыдвиженца, может зайти в личный кабинет на портале Госуслуг, выбрать задачу «Мои выборы», войти в избирательную кампанию главы республики, ознакомиться с информацией о кандидатах и поставить свою подпись. Информация от избирателя идет в информцентр МВД, там проверяются его данные, затем в личный кабинет кандидата. Кандидат смотрит, оценивает, подтверждает, что принимает подпись. И затем простым нажатием кнопки, заверенным усиленной, квалифицированной электронной подписью, он заверяет и нажимает на кнопку, и направляет весь этот массив данных в Центральный избирательный комиссию Чувашьей республики. Количество электронных подписей может быть не более 25%, то есть 1158. Если человек за одного и того же кандидата сначала подпишется через портал, а затем еще раз в списке на бумажной основе, засчитает только одну электронную подпись. У нас в Чувашской республике на портале государственных муниципальных услуг зарегистрировано 87% наших граждан, то есть практически каждый имеет возможность, не выходя из дома, определиться своим выбором, определить свою гражданскую позицию, поставить подпись за того кандидата, который ему близок. Второй момент. Если, соответственно, у нас человек по каким-то причинам забыл эту подпись, либо, соответственно, у него имеется неподтвержденная учетная запись, он ее может восстановить в любом МФЦ, ближе к дому, находящемуся в любом центре занятости и в любом отделении МФЦ. Пока в эксперименте по электронному сбору подписей участвуют два самовыдвиженца. В Рио главой Чуваши Олег Николаев и предприниматель Андрей Эльдеменов. Сбор подписей продолжается до 24 июля. Елена Гальперина, Надежда Яковлева, Андрей Шоклев. Республика.